Вопросы у меня, скажем, больше, наверное, первые, житейские. Я вижу, что, например, у нас двор состоит из четырех домов. Сейчас вы хотите объединить его, скажем так, буквой П, сделать. И уже по нашему жилищному кодексу мы должны были договориться, другу говоря, с 60-х, жителями квартир. Сейчас это... Немножко громче говорите, я не очень хорошо слышно. Я говорю, наш двор состоит из четырех домов. Вы предлагаете его сейчас сделать буквой П, ну, то есть вот такой большой дом сделать. И вопрос вот, как изменится жизнь жителя, человека, собственника жилья, как мы должны будем делать. Потом я понимаю, что некоторые дома, они, может быть, как бы элитно встанут в образ жизни, потому что содержать крышу, зеленую крышу в доме, это довольно, мне кажется, затратно. Вот хотелось бы узнать у вас, как вы видите, что изменится жизнь человека. Вот как мы дальше... Как-то будут они раздвинуть в элитно? Сейчас, хорошо. Это очень хороший и интересный вопрос, потому что мы именно этому фактору уделяем большое внимание. Я начну с конца. Если вы не хотите зеленую крышу, вы ее можете не делать. Это ваше дело. Это дело того кондоминиума, который в этом доме будет жить. Потом вы будете жить, это не ваш дом. Ваш дом будет выселен в другую жилую единицу. Никому не удастся построить новый дом, не снося старого. Можно я поправлю? Я как понял, суть вопроса заключалась в том, что сейчас домовые единицы очень мелкие. И людям было комфортно, то есть они в плане соседских отношений, в плане каких-то житейских, они общаются. Мелкий урбан блок. В данном проекте, конечно, они укрупняются. И вот Марина задала вопрос, как я ее понял, нельзя ли сделать эти блоки меньше, или если они такие крупные, то как функционировать в таком пространстве? Нет, понятно. Значит, еще раз. Сегодня, Марина, вы можете сказать, у вас есть ваш двор сегодня? Да. Он отмежеван, вы его поставили на кадастровый учет, и ваш участок вашего дома является частным? Другим, собственностью. Да, мы договорились с соседями, как этот двор будет устроен, то есть ремонт двора произвели даже давно. Нет, понятно. Вы на основе договоренности, да, с соседями? Да. Значит, вот новые урбан блоки, которые мы строим в этой новой уличной сетке, это дома, которые стоят на общем подземном паркинге. Двор является кровлей этого подземного гаража. Вход в двор. Я могу показать демонстрацию экрана, если можно. Вы в четвертом, да? Нам четвертый открыть? Какой? Я в четвертом должен. Ага, сейчас. Тогда вы поможете нам узнать, в каком месте это. Видите? Где гостиница «Турист» прямо на профиле. А, напротив «Турист»? Да. Вам видно хорошо? Да. Вот напротив гостиницы «Турист» мы видим два урбан блока с частными дворами. Между улицей физкультурной, да, и улицы Курильской, физкультурной. Да, между физкультурной, получается, это… Не визгай. А поскольку… Марина, мы на нашей выставке и на сайте, рассматривая слайды с демонстрацией голом переселения, вы могли увидеть абсолютно предположительно, куда будут переселяться ваши дома перед сносом. Вы предполагали, что вы останетесь в этом месте. Да, я думаю, что эта процедура возможна после какого-то временного проживания, пока строится новый дом. И этому нужно маневрный уход. Да, вопрос у меня был. Как организована жизнь? Как организована жизнь? Сейчас Кирилл хочет подключиться к этому ответу. Жизнь будет организована как кондоминиум со своим двором, в котором чужие не ходят. Машины не ездят чужие, и свои тоже. Свои машины находятся в подземном гараже, под домом. В двор может въехать только аварийная техника, такси подъезжают к внешнему периметру, где все подъезды имеют сквозной выход и во двор, и на улицу. Так мы предполагаем организацию жилых секций. Марина. Марина, может быть, какой-то дополнительный вопрос у вас будет на уточнение? Может быть, мы... Давайте так. У Марины еще дополнительный вопрос образовался. Возможно ли волны реновации построить таким образом, чтобы жители при переселении возвращались потом на те же места, где был дом ранее? Я думаю, что это вопрос не нашего проекта. Наш проект подозревает некие емкости. А процедура переселения, миграции, вот этой маятниковой миграции, сначала в одном месте, потом в обратном. Это организационный вопрос, это математическая комбинаторика, которая... Это вопрос решаемый. То есть в Москве такие случаи я знаю, но обычно они единичные, потому что люди находят какие-то преимущества для себя и в соседнем, например, квартале. Потому что хлопоты с переездом... Ну, это вопрос каждого жителя, вопрос администрации. Я не вижу никаких препятствий, кроме организационных. Ну, понятно. Одним из ограничений нашего проекта, кроме внешних обстоятельств, была необходимость, ну, как сказать, чтобы переселение происходило внутри каждого из микрорайонов. Это было одно из условий. Поэтому, как минимум, ну, за исключением старта, когда там уже определены несколько домов, ну, в которых, я говорю, 500 человек, которые едут в соседнее, так сказать, место, но тоже рядом, просто в соседнем микрорайоне, все жители остальные остаются в своем микрорайоне, не переезжают в соседние. То, как организован там образ жизни, Андрей Леонидович рассказал вкратце, но в основе этого, так сказать, предложения, что каждый участок примыкает, так сказать, к красной линии, к конченной дорожной сети и к территории общего пользования, и участки жилой застройки перемежают с участками объектов социальной инфраструктуры и общественных объектов. И вот дополнительно в каждом из этих наших микрорайонов появляется некий общественный центр, кроме того линейного центра, который появился в результате того, что мы победили в конкурсе, в каком-то году, в 19-м. Да, и там сосредоточены общественные уже функции общегородского назначения. И плюс к этому, значит, вот эти вот все планировочные связи, то есть улицы, они сопровождаются озеленными, насоединяют большие крупные фрагменты варков, там, бульваров и так далее. И вот в этой, как бы, структуре появляются участки жилой застройки, в которых живут, возвращаясь, люди, возвращаясь в свои микрорайоны. То есть они не уезжают сначала куда-то, а потом сюда возвращаются. Просто последовательно, они просто в другом месте оказываются, микрорайоны. Не в том же... В соседнем, грубо говоря, в соседнем доме. В соседнем участке. Ну, если вы, если конкретно, я сейчас открыл вторую волну переселения, а я могу, наверное, не показать, вспомнить. Вот вторая волна. Видите? Вот, смотрите. Следующий вопрос. Ну, это, в принципе, по этой же теме, вот я хотела спросить. Очень часто проектное предложение, да, по итогу, когда начинается строительство, даже изыскание, то есть этап строительства, проектирования. Вот. То есть не все удается реализовать, да? В связи с этим у меня такой вопрос. То есть, скажем, основной микрорайон, увеличивается плотность населения, увеличивается образовательные объекты, да, то есть административные и т.д. и т.п. Вот. И, скажем, на первом этапе и на втором, восьмой микрорайон переседает людей из других микрорайонов. Вот. Не получится ли так, что, скажем, люди с восьмого микрорайона, живущие в восьмом микрорайоне, потом не смогут, скажем, остаться в этом микрорайоне, то есть возникнут какие-то проблемы, вот, на последних этапах. И, ну, то есть... Это вопрос, это вопрос абсолютно правомерный, но согласитесь, он относится не к архитекторам, а к тем организаторам вот этих волн переселения и вообще организаторам этого процесса. Мы создали, мы создали желаемую матрицу. И она может служить только основой для этих рассуждений. Посмотрите, вот сейчас, если включить демонстрацию экрана, вы можете включить демонстрацию? Нет, нет. Почему? Вы видите демонстрацию нашего экрана? Я вижу, что с четвертого микрорайона вот переселяются, да, а на второй волне с седьмого микрорайона переселяются на седьмой микрорайон. То есть если вы второе... Хорошо, мы готовы. На кого было техническое задание? Значит, смотрите, если техническое задание по волнам и по объемам строительства изменить, то и картина этой комбинации... Это просто комбинаторика, это математика, понимаете? Это не какая-то наша проектная воля. В данном случае мы сформировали некий объем застройки. Как его распределять и в каком порядке строить, это вопрос уже другого процесса, процесс организации, понимаете? Хорошо. А вот еще последний вопрос. Примерно то же самое, что спрашивала Марина по эксплуатации. Меня интересуют парковочные дворовые территории, парковочные места. То есть жители обеспечены, да, карматильными показателями? Смотрите, автомобили покупают граждане. Они ни с кем не советуются покупать им один автомобиль, два или три. И они потом предъявляют городу требования. Дайте мне парковочное место. Хотя город ему не согласовывал покупку этого автомобиля. Как это делается, например, в Японии или в других странах, где очень мало места. И нам пока всем кажется, что у нас очень много места для того, чтобы парковать автомобили. Но это место, оно конечное, оно имеет границы. Конечно, мы считаем, что эта парковка должна быть, и она нормативная. Мы бы осматривали, сколько у нас на двух парковок? В Южно-Сахалинске у нас самая большая по нормативам обеспеченность автомобилей. То есть уровень автомобилизации в самой большой в стране. 400-450 автомобилей на 1000 жителей. И мы руководствовали, собственно, нормами, которые в РНГП. И по этим нормам дали обеспеченность. И в техническом задании у нас была норма. Мы дали обеспеченность машинными местами в подземных автостоянках. Там места постоянного хранения, в подземных автостоянках под участками с живой застройкой. Ну и, соответственно, там, где общественные и всякие прочие, там свое. Плюс у нас для временного хранения и подъезда к объектам обслуживания есть временные или гостевые парковки. И это можно увидеть на чертеже. Ну, вот транспортную схему сейчас я попробую открыть. И мы с вами это все увидим. Есть специальная таблица. Значит, нет, ответ очень простой. Есть норматив. По-моему, одну машину на квартиру. Нет, мы считали РНГП. Сколько там? Ну, я не помню. Маквиты нет. Просто... Это не менее, чем одно машину на квартиру, но где-то и более. Значит, надо понимать, что при такой автомобилизации нужно создавать и тратить деньги на парковочные места. На одно машинное место требуется примерно 35 квадратных метров площадь. Понимаете? Поэтому это довольно затратные вещи. И хранение автомобилей. Возможно, к 30-му году уже будут использоваться автоматические парковки, где будет меньше потери площади на проезды в этой парковке. Но так или иначе, нами предусмотрены подземные одноуровневые стоянки под всеми жилыми единицами. А в некоторых случаях и двухуровневые. Без этого нельзя ответить на простой арифметический вопрос. Где взять площади для хранения автомобилей жителей? Жители пока от автомобилей не отказываются. Хотя в Москве этот процесс уже начался. Андрей, я сейчас добавлю. Смотрите, вот, ну, жители задают тогда такой вопрос. Если мы говорим о том, что площади для хранения автомобиля нет, потребность есть, мы увеличиваем на 20% населения. Вопрос жителей. Просто цитирую. Почему тогда мы увеличиваем плотность населения? Что мы увеличиваем? Плотность населения на 20%. Ну, то есть мы обозначили с вами проблему, что у нас нет мест для хранения автомобилей. Мы увеличиваем плотность населения на 20%. Значит, мы плотность населения не увеличиваем. Практически 20% – это не порог, ну, такое, не линейное увеличение плотности населения в связи с площадью. Значит, эти вопросы определяются уже другими факторами. Мы использовали все площади для хранения автомобилей, которые были возможны. Это площади подземных стоянок и так далее. Если я могу сказать, как происходит в тех странах, где потребность больше, а площади еще меньше. Есть только два пути. Это переход на автоматические стоянки, где нет потерь площадей на проезды и раппы. Это палетное хранение автомобилей автоматами. И второе, это сокращение автомобилей в пользование, пересадка на каршеринг или на прокатные автомобили, или на такси. Другого пути просто нет. У нас здесь необходимость иметь автомобиль, потому что мы, в принципе, изолированы, живем на острове. У нас очень много... Пожалуйста, коллеги, чтобы не создавалось ощущение, тем более Максим Владимирович вдруг говорит, что мы тут предусмотрели чего-то. Наоборот, машиноместа для всех квартир, для всего жилья предусмотрены с учетом уровня автомобилизации 450 автомобилей на тысячу жителей. Место этих машиномест находится в подземных гаражах постоянного хранения. Гостяные, еще плюс к этому, на УДС. Уличные дорожные сети территориях общего пользования, которые у нас занимают больше места, чем сейчас. Но они организованы, упорядочены и озеленены. Это не просто машины во дворах, которые, как попало, стоят около подъездов и так далее. Это не просто, когда все вместе используют одну заасфальтированную поверхность, как сейчас происходит и в четвертом микрорайоне, и в седьмом, и в восьмом. А когда разделены места для движения пешеходов в первую очередь, а уж потом автомобилей. Здесь приобретен новый, так сказать, незнакомый пока может быть южно-сахалинский, но общий нерабой стандарт. Движение и распределение потоков. И приоритет отдан, естественно, пешеходам. Тем более не по тех кратких расстояниях. Но обеспеченность автомобилей не сами, повторяю еще раз, полностью соответствует местным нормам, которые самые требовательные в стране. Да, ну вообще я хочу сказать, что вот уважаемое собрание. Значит, этот проект сделан по заказу администрации города. Администрация города работает в интересах жителей. Если, значит, возникает ощущение, что здесь, допустим, надо один этаж снять, вот везде просто снять один этаж и снизить просто емкость этих домов, или там вместо какого-то жилого блока построить многоуровневую стоянку. Если кому-то нравится, вместо жилого дома многоуровневую стоянку, пожалуйста. Наша структура улиц, она абсолютно гибкая, она предусматривает любой, это может быть заменен любой жилой блок на другую функцию. Если в городе есть желание вместо жилья строить автомобильные стоянки, давайте их строить. Пожалуйста, наша уличная дорожная сеть выдержит это. Только вопрос, ну вопрос потребности. Значит, сегодня... Давайте, у нас время поднимает, вот вопросов много, Василий Николаевич. Я бы хотел еще по поводу плотности населения ответить. В Южно-Сахалинске нормативно определена плотность населения на достаточно невысоком уровне по сравнению с другими показателями по стране, потому что не сравниваясь с какими-то столицами. Мы не превышаем плотность населения, которая указана в НТП. Наоборот, понимаете, какая штука? У нас количество жителей на этой территории обременностью проектных детских садов и школ, то есть объектов социальной инфраструктуры. Исходя из этой максимально возможной цифры, с одной стороны, с другой стороны, обеспеченностью 36 метров на человеке в 30-м уходе жилья, с другой стороны, мы вышли на показатель, который вылился в 20-процентное увеличение общего количества жителей. Но это не то, что сюда специально накачиваются квадратные метры. Это просто, извините, мы умудрились при наличии еще общегородского центра, линейного, общественного, и разместить здесь такое количество жилья. Мы просто хотим вам показать, что это самый центр города, самое интересное место, самое потенциально, ну как сказать, востребованное в будущем. И жить здесь, это жить в центре города. Сейчас, еще раз, я хочу еще раз сказать, извините, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, я просто, короткое замечание. Значит, наши цели, полагания и определение возможной емкости жилья шла от конца. Вот эта вот логика, она построена от конца, от емкости детских садов и школ. Мы от этого посчитали население, а население посчитали, то есть метры для этого населения посчитали из постепенного роста обеспеченности, 30 метров, а потом 32 метра, а потом 34 во времени, то есть 36, это нелинейная зависимость. Таким образом у нас возникла вот эта емкость. Управлять этой емкостью, есть все инструменты с вашей стороны. Вы можете эту емкость уменьшать или, вряд ли, увеличивать не можете, уменьшать можете легко. Да. Еще есть много вопросов, я прошу и тех, кто задает вопросы, и тех, кто отвечает, постараться емко отвечать на поставленные вопросы. Поэтому я тогда прошу вас, прошу создавать более конкретные и узкие вопросы, потому что вопрос машиномест, мы можем два дня про это говорить, почему в Южно-Сахаринске машины валяются на газоне. Василий Николаевич. Всем добрый день. Слышишь на меня? Да. Отлично. Вопрос такой. Ранее вы говорили, что жители должны будут решать, использовать крышное озеленение или нет. Вот вы как архитектор, которые предусмотрели эту историю, она влияет на все. И на биодренажные свойства, и микроклиматический комфорт, и разнообразие вообще. И тут вы говорите, что жители сами решат, надо им озеленение на крышах или нет. Но тут вопрос такой. Да, архитектор делают здания, у них там балконы. И тут каждый житель решает все это застеклить. И мы имеем то, что сейчас в городах происходит. Вот почему вы так свободно отказываетесь от той идеи, которую вы заложили в своей концепции? Мы не отказываемся от этой идеи, мы ее предлагаем. А на вашей стороне есть воля принимать это предложение или нет? Тогда получится так, что мы сейчас переходим к какому-то выбору проекта, да? А потом, по сути дела, получим, есть ожидание и реальность. То есть, если мы вот так можем гибко от любых идей... Я не могу вас заставить, я не могу заставить никого вкладывать деньги в благоустройство. В первую очередь, деньги вкладываются в благоустройство земли. Естественно. Значит, все крышное благоустройство озеленения, как вы знаете, вы хорошо знакомы с зарубежным опытом и так далее. Это не дешевое дело, но оно очень полезное. И в муниципалитете, и в кондомиумах, которые будут использовать эти дома, конечно, будет определяться, в каком порядке, какими приоритетами будут благоустраиваться. Сначала детская площадка во дворе или зеленая кровля. Но зеленая кровля – это прекрасный образ для города Южно-Сахалинска, потому что он находится, я извините, что я вам напоминаю, на широте Ростова-на-Дону. Это южнее Краснодара. Максим Николаевич, два слова буквально. Ты говоришь? Нет, нет, все. Извините, пожалуйста, буквально два слова. Если под зеленой кровлей понимается то, что находится над подземным гаражом, то, безусловно, это будет сделано в процессе строительства. Там должны быть применены все необходимые гидролизационные, тренирующие и прочие слои. Насыпан грунт, безусловно, по проекту, в составе проекта этого дома. Это кровля-горожатвор. Да. Просто, наверное, у нас путаница в терминах. То есть Андрей Леонидович, наверное, подумал, что зеленая кровля – это нечто выше. Но то, что касается, я так понял, вас, что это над гаражом, это будет все сделано в рамках проектной документации на объект капитального строительства в жилой и согласовано в экспертизе, в установленном порядке. И там будет весь набор необходимых деревьев, кустарников, прочих зеленых насаждений, благоустройств, в том числе детские площадки. Потому что это и есть двор жилого дома. Виктор Васильевич, сейчас в моей бригаде, прямо в данный момент, идет проектирование такого двора. Это кровля с телобатом. Внизу подземная стоянка, сверху двор. Вот сейчас буквально у меня на столе есть рабочие чертежи такого двора, такого решения. Я хорошо понимаю, как это делается в натуре. Ну да, у нас, в общем, огромный опыт в этом смысле. И у меня в том числе. И если хотите, мы отдельно можем на эту тему с вами поговорить, потому что это очень богатая тема. А у вас на визуализации было видно, что на колене какие-то деревья, в воровых территориях, там на мусарах случилось. Ничего не слышно. Извините, пожалуйста. Я говорю, у вас на визуализации было видно многолетние деревья. Не слышно, извините. У вас работает много микрофонов. У нас работает один микрофон. Коллеги, прошу, давайте сейчас потише. Кто хочет поговорить, задаем вопросы, что я прикинулся, а они очень ждут. Поэтому сейчас вопрос задает девушка. Сказали, что вы просто общаетесь. Нет, мы сейчас в рамках всех сраживаются и, ну все, конкурсируются и задают вопросы. Там презентация, наверное, должна быть, чтобы задавать вопросы. Ну, 6 начало, 6. Я хотела бы уточнить у вас про зеленый каркас. Вы делали акцент на зеленый каркас, да? Да. То есть в проектном предложении были многолетние деревья. То есть это сохраняете вы деревья в воровых территориях на бульварах? Сформировано. Вы скажете, да. Вы просто рисуете? Да, сохраняем и высаживаем новые. Мало того, озеленение нынешнее, особенно бульвар Анкутиного, но таких уже сложившихся, имеющих границы озелененных территорий все сохраняются. И высаживаются новые. Причем мы знаем, что у вас там есть уникальные растения, применяемые, ну деревья, на уличном, так сказать, в уличном озеленении. Это кисы и даже сосны растут. Это вообще, конечно, уникальное состояние в городе. Мы это всячески поддерживаем. И даже если фронт застройки, ну как бы не сплошной, рыхлый, а нам нужно подчеркнуть границу публичных и приватных пространств, то есть участковые застройки и улицы, и территории общего пользования, то мы используем такую зеленую кулису вот из таких вот больших деревьев, крупномеров, да, чтобы подчеркнуть перспективу. Это очень важно, и спасибо за этот вопрос. Но мы знаем, что в Приморском крае есть питомники, которые могут быть источниками и крупномерных вообще качественной городской зелени. Еще вопрос. Коллеги, для тех, кто подошел, смотрите, у нас с вами в 5 часов, ну я вот сейчас всем понятно было, объясню. У нас в 5 часов началось обсуждение с проектировщиками, сейчас в 6 часов подошли представители 8-го микрорайона, да, в основном. 4-го, 8-го, кто еще есть? 4-й. 4-й. 7-го есть кто-нибудь? Нет. Пришли люди, граждане, которым, ну, которым очень интересно, и они хотят поучаствовать в этом процессе. А ситуация, ну, такова, что, как бы, презентации, конечно, сайты все видели, презентации основные видели, но хотелось бы сейчас вкратце пояснить. Вот мы сегодня, у нас такой формат, мы будем рассматривать все 5 проектов предметно с разработчиками. Вот сегодня у нас с вами Астоженки. Один проект, смотрим только его, все остальные проекты будут другие. А люди, вот из Астоженки, архитекторы, готовы ответить на любой вопрос по своему проекту. То есть они для этого сейчас здесь не находятся. Андрей Ильинич, возможно ли сейчас кратко, вот ту презентацию, которую вы нам говорили, 20 минут, да, вот кратко показать основные моменты ваших проектных решений, ваши акценты, бульвар, линейный центр, вот, ну, как бы, не углубляясь в анализ истории. Прошу, мы покажем просто, мы покажем, давайте покажем... Сейчас, ты будешь самостоятельно стоять. Дам, открываем экран. Блин, да, почему-то не стоять. Когда вы будете задавать вопросы, если это касается проектировщик, если это касается администрации, ответим не нужно. А вы посмотрите, я не могу. И покажем... Да, вот я сейчас покажу, вам виден мой экран? Да, да, да. Здесь вот очень условно показана акцонометрия 7-8 микрорайона, видно? Да. Эта акцонометрия демонстрирует вот этот главный зеленый перекресток, который связывает... Увидите, вот перекресток, который выходит потом в проспект Компарк. Вот мой курсор, вот здесь. Вот это бурва Макудинова, который мы предполагаем, что он и дальше может туда проходить. Вот он выходит в восточное направление. Это здесь предложение прошлого года, создание... Был заказ и конкурс на большой общественный центр «Новый фасад города». Это восьмой. Это вдоль улицы Горького. Он условно покрашен таким свекольным цветом для того, чтобы просто было хорошо видно. И здесь показана главная идея внутреннего вот этого зеленого перекрестка, который создает новый проспект, то есть новый бульвар космонавтов, мы его назвали, связывающий с парком, вот этот перекресток зеленый, и новая общественная площадь. Вот видите, вот это здесь зеленая стрелка, которая связывает цифру 1 и 3. Это предлагаемый нами новый бульвар. Мы назвали его бульвар космонавтов, как полилось у вас. Попович, Леонова. Ну и заодно мы решили, что это будет иметь бульвар космонавтов название. Вот эта связь, видите, с парком. И вот здесь хорошо видно, что... Ну и вы видите, вы, наверное, видели макеты, видели экспозицию. Этот новый бульвар он хорошо очень проявлен. Вот после зеленого перекрестка, смотрите, налево. Вот здесь маленький общественный центр с площадью. Бульвар говорят об этом в бульваре, а вот общественный центр, о котором сейчас будет речь. Вот, вот здесь общественный центр. Сейчас я картинки покажу. Вот хорошо видно, вот желтая, отмечена площадь перед ним, вот мой курсор вот здесь. И вот этот бульвар космонавтов, который мимо поликлиники выходит, то есть мимо вот этого магазина выходит вот сюда, поликлиника вот в нижней. Выходит на главный вход в парк, который там заканчивается, бассейн. Вот этот седьмой микрорайон, это бульвар Анкудинова, который не завершен. Мы его завершаем вторым проездом. Видите, здесь сегодня только один проезд. В проекте это два проезда, и вот это вот такая арка этого общественного центра, который создает такую арку с видом на город. Это Тихоокеанская. Да, вот это перекресток Комсомольской Победы с видом на существующий детский сад, и вот проектируемый новый детский сад и школа. И дальше мы видим тоже вот эти жилые единицы. Вот, собственно, бульвар космонавтов, который идет на север, видите, вот это основной перспективный вид. Вот площадь с местным общественным центром, местного значения. То есть это локальный общественный центр этого района. То есть там, ну, наверное, там и МФЦ, и какие-то залы-забрания, и какие-то кинозалы, и какие-то кружки. Ну, это такой маленький общественный центр. Вот его площадь. Внизу стоянка, кстати. Вот под этой площадью стоянка трех уровней. Как мы предполагаем. Но мы ее не проектируем, еще никто ее не заказывает. Она может быть до, ну, любых возможных, любой возможный этаж, если по-новому. Вот этот вот бульвар Анахудинова. Вот новый этот зеленый перекресток бульвара космонавтов и бульвара Анахудинова с видом на Цусунайский кребет. Там вот эта арка этого нового общественного центра, который дает такую раму. Раму, как картину. И, собственно, вот бульвар. Обратите внимание, что бульвар имеет теперь переход по оси. Теперь надо идти не только по, то есть можно идти не только по тротуару, но и по бульвару. Видите, специально зебра сделана по оси бульвара. Как видите, здесь есть все ограничители для любителей быстро поездить. Есть вот эти перекрестки саморегулируемые. А, нет, здесь, по-моему, светофорный перекресток. Вот улица в жилой застройке тоже озеленена, но у нее движение всего две полосы. Ограничение 40, как на таких улицах бывает. И парковочные места, но это местевые парковочные места, места жителей расположены под жилыми домами. Вот это зеленая кровля этого гаража, который построен под этим жилым домом и под этим двором. Вот это зеленая кровля, то есть двор, который принадлежит этим жителям. Это не общественное пространство всего города. Как вы видите, здесь есть калитка. И вот на предыдущем слайде видно, что дворы имеют такие замененные ограды, контролируемые в форме. Вот это двор внутри жилой единицы. Это тот... Сейчас могу показать еще раз, какой это двор. Это двор вот здесь, если видно мой курсор, видите, небольшие дома. Вот четырехэтажная застройка. Это вот в этом месте такой жилой двор с небольшими домами. Вот он, как выглядит на слайде. Вот короткий доклад по 7-8 микрорайону, готов ответить на вопросы. Смотрите, все, теперь давайте переходим в режим вопросов лет. Жители... Кто первый? Давайте я спрошу. Меня очень интересует Павк улица Горького. От площади Славы, кто площади Победы? Что это? Линейный центр интересует. Это отдельный вопрос. Это общественный городской центр, который был конкурс в прошлом году, который объявляла администрация на создание такого общественного центра. И мы его выиграли, этот конкурс. Мы считаем, если вы с ним не знакомы, то он есть на сайте администрации. И можно подробно посмотреть. Это новый фасад города просто. Потому что сегодня фасадом города, лицом, является лицом этих пятиэтажных зданий, которые, ну, не совсем современные. Это, кстати, чтобы вы имели в виду, по плану реновации, реализация этого общественного центра на последней волне. То есть это к 30-му году, если у этого будет и инвестирование, и перспектива. Андрей Андреевич, функция интересует, что в нем будет? Функция? Жилье будет? Нет, общественное будет. Или что? Постейница. Постейница. Что будет? Я так понимаю, вас больше всего интересует общественный центр или жилье? Интересует. Вам задали вопрос, ответьте. Я снова ответил. Этот общественный центр был выполнен по заказу на общественный центр. Был доложен губернатору и отвечал на запрос, почему до сих пор в Южно-Сахалинске нет фасада у города. Можно я вас слово буквально еще раз? Правильно ли я вас понял, что это за инвестирование центра? Что это такое? В этой схеме мы видим, из чего вы считаете. В городе есть спортивно-рекреационная зона, которая называется горный воздух. Ее потенциал распространяется гораздо дальше, чем даже... Мне нужно рассказывать вот эти ваши честные басни. Мы пришли граждане, мы хотим конкретно узнать. Вас конкретно спрашивают вопрос. Что будет в этом центре? Вы должны ответить, я так понимаю. Магазины, продуктовые, право, продовольственные, три гости. Я попытаюсь это разобрать. Вот смотрите, там есть гости, универсальные спортивные комплексы. Там есть апартаменты, культурные центры. Безусловно, там есть и торгово-развлекательная часть, и галереи, которые соединяют, с одной стороны, этот комплекс. Можно, пожалуйста, пешеходная галерея, которая защищает еще и от осадков, от пилинга, которые... Вы не простые люди, а смотрите наше образование, ваши архитекторы пойдут в гулять. Поэтому давайте не будем обращать. Мы задаем конкретный вопрос. Мы конкретно отвечаем. Мы спрашиваем конкретный вопрос, что будет. Максим Владимирович, нам показать презентацию линейного центра сейчас? Нет, мы сейчас... Вы сейчас просто по функции, ну, расскажете конкретно не в проекте линейного центра, что предусмотрено, а в вашей концепции вы закладывали в том числе конкретные функции для объектов. У вас были, ну, как мы с вами говорили, технико-экономические показатели. Вы планировали. То есть мы понимаем, что если это гостиница, то у нее какие-то там свои особенности в части размещения. Вот конкретно какие объекты вы предполагаете могут возникнуть в этом общественном центре? Еще раз, это офисы крупных компаний, Газпром, Роснефть, иностранных организаций, раз. Второе, это гостиницы, которые обслуживают, с одной стороны, приезжих для этих офисов, с другой стороны, горный мост. С третьей стороны, это торгово-развлекательная часть, с галереи, о которой я говорил, с кинотеатрами, детскими центрами, мультипляциями, по-другому. Я рассказываю, что было в этом конкурсе. То есть если бы мы знали, Максим Владимирович, мы бы показали вам конкретно, что там есть. На фоне той презентации. Там детская школа, там ледовый дворец, там чего только нет. Понимаете? Все перечислить в рамках сегодняшнего обсуждения 7-8 микрорайона, мне кажется, невозможно. Но если хотите, мы вам покажем эту презентацию. Мы можем, сейчас, секунду, я хочу уточнить. Значит, это городской общественный центр. У него формат не микрорайонный, а городской. Так было заказано губернатором и администрацией города в прошлом году. Значит, никто это задание сегодня не отменил. Если, значит, второе. Мы предусмотрели все мероприятия, чтобы объекты этого центра не влияли на жилую ткань. Там есть необходимые разрывы и там есть необходимая улица, если вы посмотрите план, которая обслуживает этот центр. Значит, этот центр является общегородским. Вот в чем самое главное. Его масштаб другой. Все общественные центры обслуживания, магазины, предприятия, соцкульпт-быта, поликлиника и так далее, сделаны из расчета на жителей микрорайона и расположены внутри. К этому центру они отношения не имеют. Этот центр – это фасад города. Это так совпало, что ваши микрорайоны находятся в пограничной зоне между... Это первый микрорайон, который стоит как фасад перед горами. Поэтому, поскольку потенциал, общественный потенциал этого места очень высокий, то, естественно, здесь может находиться городской центр, городского масштаба. Хорошо, тогда можно задать вопрос, как архитектор, да? Конечно. Можно архитектор, вы сказали, задавайте вопросы по архитектуре. Да, пожалуйста. Задание было давно. Почему у вас, мы смотрим на вашу полностью этот проект, если видим там одни плоские крыши, какие-то растения. Вы вообще знаете, какая у нас погода? Какие у нас ветровые нагрузки, какая у нас снеговая нагрузка идет? Ну, это главное. Конечно, знаю. У нас все плоские крыши сейчас убирают. Сейчас все делают практически все конусные крыши. А вы знаете, что вы совершаете должностное преступление, если делаете такие крыши? Знаете, вы запрещены скатные крыши в домах больше пяти этажей. По нормам. А вы знаете, что происходит с тем снегом, который падает на людей, которые невозможно удержать? Это просто требуется мероприятие. Во всем мире делаются плоские крыши. Как самые безопасные для снега. А снега? Куда вы его денете? С крыши на твою ногу. Простите, а куда падает снег со скатной кровли? Он на землю падает. Постепенно. 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 Смотрите, это неконтролируемый процесс. А на плоских верхних кровлях не эксплуатировано. Из-за того, что и парапеты высокие, и так далее, снег находится на всем, ну, во весь зимний период. Мало того, эта форма отделена от жилья техническим этажом, поэтому и применение современных технологий, которые уже лет 50 во всем мире, не позволяет проникать в лагерь ни в технический этаж, ни в жилые помещения. А нагрузки выдерживаются. Снеговая нагрузка, известно, она входит в расчет нагрузки. Вот эти криминальные крыши скатные, которые убивают людей в дом, они отсутствуют во всех цивилизованных городах. Только в Южно-Сахалинске они есть. Просто от бедности, потому что ничего нельзя сделать. Сколько льда упало на подъезды? Как человек может выйти из подъезда? Снега. Зырёвка. Только крыши там не такие плоские, а угол хороший. Там снег. Вы с вами словили, собрали снег, угол. Значит, смотрите, в Альпах еще больше снега, чем у вас. Но, тем не менее, в некоторых районах, но, тем не менее, угол там меньше. И смысл скатной кровли такой. Такой же, как и у плоской. Там устанавливается специальное снегозадержание. Снег действительно, как вы правильно сказали, лежит там. И потихонечку по... Но если у вас, не дай бог, теплый чердак, то образование налетей и сосулек такое катастрофическое, что потом все это срывается и падает вниз. А ладно, попробуем. И чистится вообще криминал. Сейчас, секунду. Я прошу прощения. Является ли уклон к рубле частью планировочного решения? Андрей Леонидович, давайте мы... Вопрос был, ответ тоже был. Давайте перейдем к следующему. Женщина давно руку тянет. Я живу на Горьково 2020. Напротив меня это несчастный горный воду. Очень низколентабельный и убыточный. Чтобы поднять его рентабельность, вы хотите снести мой дом? Вы куда меня переселите с моей семьей? Какой район? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Но вообще, это не наше дело определять, куда переселять. Мы посчитали по арифметике. Стратегия переселения, это гораздо более тонкий вопрос. Андрей Леонидович, вопрос. Еще вот, женщина закончится. Идет бешеный отток населения пламярского. Сургалина, материн. Идет бешеный отток, да, людей. Вопрос не слышно, очень далеко. Посмотрите, пожалуйста, на сайте. Вы можете найти ответы на вопросы, куда переселяется. Но это переселение этой застройки, это последняя волна. По нашему предположению, что это будет ближе к 30-му году. Но не мы это определяем. Это вопрос, еще раз, организационный. Ой, тогда. Это все есть на сайте. И вот здесь, где-то на мутошпании. Это, пожалуйста, посмотрите на сайте и на выставке. Там есть все схемы, которые отвечают на ваши вопросы. Покажите, я покажу. Нет, вот женщины там... А, давайте еще один вопрос. Скажите, меня интересуют дошкольные учреждения, садики, да, детские сады и школа. Скажите, пожалуйста, по каждому конкретному району, какие будут детские сады оставаться, какие вы будете новые строить, да, на какое количество мест. Сейчас мы покажем этот слайд. Сейчас продемонстрирую слайд. Пока мы ищем слайд с детскими садами и школами, Я скажу общие цифры. Ощущие детских садов и школ... Значит, смотрите, мы приняли в качестве опоры участки всех детских садов и школ, всех объектов инфраструктуры, в том числе и поликлиники, как тоже объекты социальной инфраструктуры. Значит, все школы остаются на своих местах и дополняются дополнительными зданиями, новыми учебными корпусами. И то же самое происходит с детскими садами. Но некоторые детские сады меняют свое расположение на участке, потому что нынешние емкости их не позволяют удовлетворить этим требованиям. Но они остаются на участках. Вы их полностью сносите, которые у них удовлетворяют. Они оставляют. Нет, ничего не сносим. А, просто добавляем. Я понимаю, заменяют. Да, добавляем. Я просто ищу презентацию, простите, ради бога. Смотрите, мы с таким вопросом столкнулись в Москве с вопросами реновации. Существующие детские сады, построенные обычно в 70-е годы, сегодня не соответствуют нормам. И они уже амортизированы. Поэтому мы принимаем такую стратегию. Строится новый корпус детского сада. А потом тоже заменяется старый. Потому что старый не вечный. Он тоже устарел. Но они остаются на своих участках. Количество групп. Вот, смотрите, видите, вот эта схема. Сейчас на экране. Нет, нет, нет схемы. Мы сейчас возьмем экран. Простите, ради бога, это моя. Как бы тут. Все, все, все. Видите, да? Да, видим. Вот мы видим с вами участки всех детских садов и школ, которые есть в 7-м, 8-м и 4-м микрорайонах. Собственно, они и остаются в нашем проектном предложении на тех же самых местах. Участки расширяются, оформляются более прямого характера и дополняются новыми учебными корпусами. Что вы обещаете уже проигрывать. А вот голубенькая, это участок этой самой поликлиники. Она тоже. И теперь давайте сравним это с эскизом застройки. Который 100 местный. Скажите по каждому, пожалуйста. Давайте, например, по микрорайону. Давайте 8-й микрорайон, да, возьмем. Сколько дошкольных образований мест конкретно меня в детский сад и школа на сколько мест? Давайте вот 8-й микрорайон. Сейчас, нам надо таблицу открыть, подставите конкретный вопрос. Сейчас я открою сначала с эскизом застройки. Не можно ввязать. Ну вот здесь даже видно, видите, детский сад 380 мест, школа 1100, это 8-й я читаю. Это как бы от улицы Комсомольска иду вниз. Детский сад 340 мест, детский сад 370 мест. Дальше. Детский сад 250 мест. Это вот 8-й микрорайон. 8-й микрорайон. То есть у нас здесь 4 детских сада и одна школа. Оширенная. Сколько мест? Вы видите схему? 1100 мест в школе. 100 мест. А на сколько вы рассчитали? На какую плотность жителей возьмем микрорайону, школу и детский сад? Числено. Числено жителей. Сколько предполагается будет называть в этом районе? Рассчитано по нормам школы. Кстати, у вас количество метров в школе в два раза выше почему-то, чем в московских школах. Не, не, меня интересует конкретно. Вы же будете рассчитывать, я понимаю, дошкольные и школьные учреждения из расчета количества жителей, правильно? Наоборот. Мы количество жителей рассчитываем от емкости детских садов и школ, исчисленных по нормативам РНДП Сахалинской области. И, в частности, города Южно-Сахалинск. У нас население от емкости детских садов и школ. Сейчас, еще раз. Значит, наш проект, вот вас не было, я уже говорил, говорю специально для тех, кто только что пришел. Наш проект, самая первая была задача, сколько нам нужно построить жилья. Мы определили это так, у нас не было такого задания на количество жилья. Для того, чтобы определить объем застройки, мы взяли существующие детские территории, детских садов и школ, территории. Исходя из этих территорий, мы увидели, какой здесь объем зданий, школы, детских садов. От этого получили количество учеников и детей в детских садах. И от этого количества людей, от этого населения, через нормативную обеспеченность, мы получили метры. Хорошо, через нормативную обеспеченность, сколько количество жителей в восьмом будет в микрорайоне проживать? Сейчас мы, я вам пока могу назвать, сколько у нас съемок детских садов и школ. Сколько было, сколько стало в восьмом. А вы можете это посмотреть на сайте сами? Там все таблицы есть. Нет, там нет на сайте, поэтому у нас вопрос возник. Как нет? Там есть весь наш проект со всеми таблицами. По квартирам. Но нет количества проживающих, плотность населения отсутствует. Поэтому мне важно... Слушайте, вы просто отнимаете наше время, вы посмотрите сами. Мы можем сейчас еще найти эту циклу. Нет, коллеги, ну, если нет ответа, давайте тогда скажем, что мы ответим, я не знаю, вследствие... Дождите. Сейчас я буду искать таблицу, а вы подождите, пожалуйста. Хорошо, мы ждем. Давайте пока мы ждем, другой вопрос зададим. Может быть, Кирилл ответит нам, да? Он видел. А, вот, пожалуйста, я нашел. Нашел, нашел, нашел. Давайте. Значит, в восьмом микрорайоне, вы спрашиваете, да? Сколько людей в результате? В детских садах сегодня емкость 928 мест. А будет 1585. Послушайте, это таблица на листе номер 5. Вы просто не внимательно смотрите. Называйте просто, да? Нет. Мы говорим про плотность населения. Сколько предполагается в восьмом микрорайоне проживать будет людей? На нижней видеопрезентации. Нет? Нет. Там есть квартиры. Я знаю, что мы не спрашивали. А какая у вас норма обеспеченности, вы знаете, сегодня? Как будет считается население? Сколько метров? То, что не хватает. Сегодня 21 метр на человека. В Южно-Сахалинске приняты районы нормы градостроительного проектирования. Итак, обеспеченность... К 30-му году у нас написано 36 метров на человека. Вот посчитайте население. То есть вы ответить на этот вопрос не можете, да? Можем, можем сейчас. Что еще не можем? Мы просто ищем в таблице. Это наша опорная цифра. Дайте цифру, пожалуйста. В основном, в рамках концепции микрорайона 8. 8 тысяч 523... 8 тысяч 523 человека в 8-м микрорайоне будет жить. Что? 8 тысяч 920. 8 тысяч 523 человек. 8 тысяч 523? Спасибо. 523? А сейчас у нас с вами количество жителей... Не важно, сколько... Сейчас... Сколько же детских садов... А, детские сады и школы, ты сказал. Все. Да. Значит, количество мест в детских садах по проекту. 1585 мест. В школах... В школах 1100. Вот. Ответили вы на ваш вопрос. Вообще, можно к организаторам конференции обратиться? Не надо задавать вопросы по цифрам. Все цифры есть в таблице. Таблицы есть на сайте. Андрей Ленинович, ситуация такова, что мы именно сегодня собрались, чтобы жители... Что их волнует у проектировщиков напрямую. Я понимаю, что у нас на сайте есть вся информация. Но у нас... Я третий раз говорю, что... Я рассказывал про наш... Как мы определяли емкость застройки. От площади как раз. Территории детских садов и школ. Мы так просто договорились сами с собой. Что мы не будем уменьшать. А в некоторых случаях здесь даже у нас больше увеличены участки по нормам. Уважаемые коллеги, отвечаю на вас вопрос по четвертому микрорайону. Зачем по четвертому? Потому что задали вопрос по четвертому. Итак, планируемое в четвертом микрорайоне 4628 человек. То есть в два раза меньше, чем в восьмом. Сколько? Задал вопрос. Или еще? 628 человек. Проектное население в четвертом микрорайоне. Цифру сначала. 4628. Детских садах у нас 650 мест в четвертом микрорайоне. И в средних школах 1510 человек. Мест, простите, мест. И для поликлиник еще 100 мест. За планируемое посещение в смену. Но поскольку поликлиника, видите, вот она там в четвертом микрорайоне есть. Вон там написано прямо на схеме 103 места. О чем я и говорю. Голубой форум. 103 места. А там получается тоже собирают из ночи. Понятно. Посещение в смену, да. Посещение в смену. Смотрите, вот школа. А вот пристройка показывает. Видите? Еще 260. Да, да, да. Я вам просто показываю, что они... Да, спрашивайте. Да, спрашивайте. Андрей Леонидович. Большое спасибо, что вы сказали по поводу крыш. А то мы никак все думали, это плохо или хорошо, такие скатные крыши. Теперь мы поняли. Поняли, поняли, Андрей Леонидович. Вы поняли. Но в связи с этим еще дополнительный вопрос. Я понял, что вы наши климатические условия прекрасно знаете. Вот. Мансарды, открытые лоджии, деревья на крыше. Это тоже, это нормально для нашего? То, что крыши, я уже понял. А вот это вот нормально? То есть, на ответ... Честно говоря, у нас мансард прям нет таких, чтобы вот соскатные крыши, как, знаете, где-нибудь в Пенгагене или в Париже. Сейчас, еще раз. Я понимаю, это для Италии как бы нормально, для Агреции тоже хорошо. Но для Южно-Соколинска... Посмотрите, даже есть обманчивое впечатление, что в рамках вот такой большой градостроительной работы можно придумать все. Даже фасады зданий. Конечно. Этого и здания. Это вообще другая работа, абсолютно другого объема и времени. Значит, это показаны образы зданий, которые могут быть. Значит, если вы считаете, что для этого образа балкон оскорбителем для архитектуры... В том случае, Андрей Леонидович, нет, конечно, оскорбления, но я просто знаю, чем это кончится. Это плесень, отпотевание, промерзание и остальные прелести. Я знаю, когда возникает промерзание и когда возникает плесень. Когда закрывают остеклением холодное пространство балкона, и у нас промерзание и почка росы получается. Когда там сносят стену в комнату и прибавляют площадь лоджии... Здесь все, что вы видите, это на частных балконах выставлены, ну, условно говоря, емкости. Горши бить, с котелами-то там растениями. Это художественный образ. То, что у нас сверху на кровлях, вот это все, в России, представители, это сами люди могут сделать. Но, в принципе, из нашего опыта, и даже в таких фрукзуровых местах, это все возможно и прекрасно работает. Главное, хорошая пидроизоляция, правильная теплотехника. Сейчас, подождите. Мы сейчас обсуждение градостроительного проекта введем в обсуждение архитектуры. Да, мы уже поняли. Значит, архитектура проектируется на следующих стадиях. Значит, сегодня наша задача, вот этими картинками, показать пространство, в первую очередь. И доброжелательный характер архитектуры, который возможен. Значит, у вас складывается, я так понимаю, обманчивое представление, что мы сделали уже все за два месяца. Мы уже на вас прелетировали. Мы все поняли, что это прекрасно, что даже если будет плесень, это нас не волнует, лишь бы был вид приятный. Значит, плесень возникает от неграмотных инженерных решений. И строительных. Это вопрос проекта. Мы знаем. И у нас построено, у меня лично построено 9 домов с лоджиями. Как вопрос нет? С зелеными троплями. С зелеными троплями и так далее. Я знаю, что нужно делать для того, чтобы не было плесени и промерзания. Это просто произвол жителей, которые присоединяют лоджии. В общем, коллеги, кто-то здесь идет показано на этих картинках. Реализовываются возможные и самые дорогие решения в мире. И все еще и прочие проемы в таких предприятиях. Вот такие решения абсолютно не применяемы. И мы знаем, как это сделать. И никакой плесени там не будет. Нам не наплевать. Да, нам, во-первых, не наплевать. И мы знаем, как это делать грамотно. Во-вторых, вы люди эрудированные и можете посмотреть примеры городов, находящихся в той же климатической зоне. Андрей Леонидович, прозвучал следующий вопрос уже от жителей к поводу парковочных мест. Вы раньше нам уже отвечали, но я думаю, сейчас можно вбратце сказать о том, какие решения по парковочным местам, предусмотренных в проектах и грубые цифры там. Сколько подземных, сколько наземных. Да, хорошо, отвечаю. Очень, очень собрано. Рассчитано машиноместа из обеспеченности. 400, по-моему, 420, 450 машиномест на тысячу жителей. У вас очень любят автомобили. Все купили автомобили, теперь не знают, куда их девать. У нас предусмотрено количество машиноместа. Исходя от одной машиноместа на квартиру. Квартира условно считается, это 2,6 человек. Средняя квартира. Значит, так ведутся градостроительные расчеты. Никаких более точных сведений у нас нет. Есть, по всем микрорайонам. Значит, по всем микрорайонам таблица, сейчас, это таблица номер, лист 43, лист 42 и лист 43 технического альбома. Это раздел 6 по транспорту. Раздел 6 по транспорту. Значит, расчет машиномест постоянного временного хранения. Для жилой застройки. Для жилой застройки. Какой микрорайон интересует? Восьмой. Восьмой. Проектное количество жителей, я вам уже говорил. 8 523. Количество квартир для переселения. 3 тысячи. 3 тысячи 35 квартир. Количество машиномест для переселения. 3 тысячи 35 машиномест. Соответствует количеству квартир. Сколько подземных, сколько надземных. Какие подземные, какие надземные. Сколько постоянного хранения. Для всех машин и места подземные. Значит, под участками жилой застройки размещаются подземные части. В них дорожит. А временного хранения на территориях общего пользования, участках и уличной дорожной сети в Красных Виде. Все по нормам. Все по РНГБ. По 8-му району количество машин и мест временного хранения. Это на улицах, в карманах. Это для гостевых временного хранения автомобиля. Это не постоянный хран. 736. Подземные и подземные. Смотрите, у вас... Я вам отсылаю к этой таблице. Смотри, Венечка. Эта таблица... Сколько подземных? Кроме гостевых, остальные подземные? Подземные 3035. А не платные будут, получается, для жителей? Жители платные. Почему? Это вопрос не к нам. Вопрос к организации. А можно по 7-му микрорайону? Значит, да, можно. Давайте по 7-му. Видно, что там осталось. По 7-му. Количество жителей 5144. Сколько? Количество квартир для... Количество квартир. 1851. Количество машин и мест. 1851. Для переселения. Для переселения. И всего. А можно заново повторить? Что-то мы прослушали. Здравствуйте, Палкет. Давайте я вам пришлю фотографию этой таблицы. Давайте. Не, не может быть. Заказчик. Заказчик, познакомьте население, пожалуйста, с таблицей. На листе 43. Седьмой микрорайон. Постоянное охранение. Видеоконференц связи Андрей Ленинович. Откроем презентацию и посмотрим эту таблицу. Если она есть презентация. Она в техническом альбоме есть. Потому что эта таблица есть. Население знакомится с проектом через сайт, который организовало... Давайте в сайте пусть будут познакомиться с этими таблицами. Ну, мы не будем отношения. Коллеги, я предлагаю вот эти вопросы относительно ТЭПов. Мы еще раз все вопросы соберем. Все подробно опишем на сайте. И также предоставим там все таблицы. А если действительно у нас сейчас время ограничено, а вопросов относительно показателей много, и они важные, то мы предлагаем действительно этот отдельный раздел на сайте. Мы тогда его подготовим. В котором будут собраны именно технико-экономические показатели. Давайте, мы сейчас можем, поскольку презентация не предусмотрена... Поскольку, я еще раз, альбом содержит больше двухсот страниц, и формат поиска в таком массиве информации, ответа одной цифры, просто нереален для такого видеомоста. Посмотрите, мы сейчас на экран выявили схему размещения подземных автостоянов. Видно? Да, видно. Посмотрите, там где темно-синий цвет, это общественные здания. И, кстати, под общественным центром там может быть... Это сплошная сторянка. Да. И под площадью вот этой нашей новой мы представляем такие вот машины-места, связанные с общественными функциями, и просто где-то машина остается. А вот голубые, это все под жильем. Вот темно-голубой, это два уровня подземной стоянки, а светло-голубой один уровень. Потому что там дома небольшие, и они вмещают себя вот так вот... Мало того, под территориями общего пользования тоже возможны автостоянки. Андрей Леонидович! Андрей Леонидович, вопрос. А у вас данные по гидрологии есть? Нет, конечно. Понял. Нету данных по гидрологии. А я могу вам сказать, что все здания, которые мы проектировали с подземными автостоянками, в Москве очень плохая гидрология. Еще и КАСТ. Поэтому все стоянки реализуются с применением инженерных, специальных инженерных мероприятий. Мы по телевизору вчера вот буквально новости показывали, мы видели, что там делается с машинами в Москве. Мы на улицах видели, что делается. А, знаете почему? Ремневка за один тут. Подождите, вы знаете почему? Это просто... Это просто... Инженерные решения не выполнены в процессе строительства. Это строительные ошибки. Конструктивные такие вопросы, на которые вам сейчас не получилось, чтобы вы не видели. Нет, еще вся. Да, да, правильно. Да, правильно. Вообще... Да, задавайте. Вот смотрите, городской центр, да, планета. А транспортные нагрузки там предусмотрены? То есть увеличится нагрузка? Транспортные нагрузки, да, естественно. У нас есть, опять, есть раздел. Транспорт, транспорт, там все посчитано. Я хочу сказать организаторам и посетителям этой конференции, мы сделали большую работу. Я прошу вас сделать тоже свою часть работы и хотя бы посмотреть на нашу работу, ее изучить. Потому что это очень просто прийти и ничего не смотря, задавать огульные вопросы, которые формируются просто в страхе, что вас кто-то обманывает. Это абсолютно неправильно. Мы эту работу делали абсолютно в другом целеполагании. Мы делали новый город современный, который решает те вопросы, которые накопились в городе за все время после 45-го года. Вот наша главная идея. Это сделать идеальный город. Этого нет на сайте? Нет, ничего нет. Организаторы встречают за полный сайт. Хорошо, я конкретно спрашиваю. Смотрите, лист 45, лист 45, мы не можем его указать, потому что он входит в технический альбом, но он есть. Здесь это таблица 6, то есть это расчет 6.4. 6 это раздел транспорта. Расчет интенсивности движения и загрузки и вычета дорожной сети. Вот я показываю вам альбом. Вот этот альбом, понимаете, он очень просто большой. Его надо, вы поймите, здесь была белая бумага, а теперь вместо белой бумаги здесь просто бездна мыслей и цифр. И заходите, чтобы я вам это сказал за 2 минуты. Андрей Леонидович, у меня просьба, вы прямо на сайт нам все вот эти листы выложите, чтобы мы могли... Это не к нам, у вас сейчас документация. Ну, это только надо попросить. У нас не на сайте. У нас на... У нас на конкурс. Во-первых, мы участники конкурса. И мы всю документацию сдали заказчику в соответствии с техническими заданиями. Как я раньше отметила, мы действительно на сайте, который готовили специально для этой выставки, поскольку вопросы действительно важные и актуальные для всех посетителей, мы сделаем отдельный раздел, в котором будут собраны все тэпы, потому что мы понимаем, что дальше мы не поедем до обсуждения этих деталей. Вот. Мы услышали, что это основные вопросы. Сегодня на встрече уже 2 часа, в принципе, мы действительно обсуждаем, что нужны показатели. И мы сделаем отдельный пункт на сайте, где все желающие смогут посмотреть показатели. Дальше у нас на этом сайте будет, точнее, он уже сейчас есть, раздел вопросов и ответов. И мы на все вопросы, которые вы там зарегистрировавшиеся ставите, обещаем вам прислать ответы, разработанные совместно с компанией. И, соответственно, там опубликуются. Потому что действительно мы понимаем, что вопросы тэпов очень важны. Я добавлю, Марина Николаевна, наверное, нужно сделать на сайте возможность скачать PDF-файл, презентационные альбомы по каждому участнику, чтобы не перегружать сам сайт информации, потому что вы все равно всю информацию не сможете отобразить, которая есть в презентации. Сделать возможность скачать презентацию. Это тоже не проблема сделать, это готово, как приедет. Прикон ареновации есть, но мы их не можем. Будет терять. Терять. Деньги, мы сможем. Андрей Ильянович, еще вопрос. Да. По рекреационным зонам площади сколько метров квадратных? В восьмом, в частности, в седьмом и в четвертом микрорайонах? По рекреационным зонам? Баланс территорий. Сейчас, это баланс территории. Мы, кстати, нашли, куда едет 5. Дом 22 по улице Горького в нашем предложении. К сожалению, с ним нет. Дом 2? Дом 2? Он едет на соседний участок, то есть оставаясь внутри седьмого микрорайона. Вы на нас переживаете. Коллеги, смотрите, вот мы с вами договорились, что вся информация по цифрам будет отболкована на сайте дополнительно. Давайте, чтобы время не тратить. На каком этот сайт будет работать, я так понимаю? Сайт будет работать долго, да, до сентября. До сентября? Вот эта выставка будет работать долго. Нет, выставка будет короче, мы не можем по обещанию принимать. Дядяна, мы же в рабочей группе, мы придем, встретимся в любой день. Так, я нашел ответ на вопрос, который вы мне задавали. Слушаем внимательно. Мне задали вопрос, какой процент рекреационных территорий в восьмом микрорайоне или вообще по правилам? Да, да, да. По каждому. По каждому, по каждому. Беда сегодняшнего состояния микрорайона, что очень много бросовой земли, которая, ну, практически пустырей. Сегодня это 32% территории. Значит, в проекте у нас вся территория обихожена, то есть мы ее всю спроектировали. Поэтому никаких пустырей не остается. Все, каждый клочок земли имеет свою принадлежность к хозяйству и хозяйству. Значит, отвечаю на вопрос благоустройства озеленения. В восьмом микрорайоне благоустройство озеленения территории занимает 3,4% территории. Сегодня 3,4% территории. По проекту площадь озелененных территорий и благоустройства 24,7%. Это таблица номер 2 в таблице «Баланс территории проекта». Это в презентационном буклете, который точно лежит на сайте, уже лежит. Это страница 6. А кровли зеленые вошли в этот баланс? Нет. Это земля только. Хотите же указывать? Это является резервом. Это когда земля будет сделана... Нет, над жилыми этажами кровля не посчитано, над паркингами посчитано. То есть это территория общего пользования, уличная, дорожная сеть. Зелененные бары и озелененные. То есть наша задача... Вы просто в первую встречу, в смысле в первый час, кто не присутствовал, там была схема такая, которая рассказывала наше решение о том, что мы связываем с помощью элементов планировочного каркаса улицы, превращаем в бульвары, в парк с окружением. И вот у нас уже есть, мы опираемся на бульвар Акутинова, как серьезная вещь, как парк, вот этот имени Гагарина. И дальше, видите, эти улицы, как бульвар, от него расходятся еще... Бульвар пронизывает весь этот район Белоподезы. И обратно вот к парку, здесь парк. И получается, они сделали связь, здесь же вот на месте снесенного дома офицеров здесь будет филармония строиться в будущем. И они зелеными клинами связали филармонию с микрорайоном и четвертой. И от Рогатки там служить. От Рогатки тоже. Они получают от трехчатого моста Рогатки, прям бульвар, вот мимо рандеву, и вот прямо... А по спортивным зонам, по спортивным территориям, что можете подсказать? Где, сколько, чего, кого? Василий, достается культура и спорт, вот по территории, я считаю. Культура и спорт, у нас одна категория посчитана. Культура, спорт и иные виды. Сегодня это минус 2% территории, в 8-м микрорайоне. Это 1,9% территории, сегодня. У нас эта площадь возрастает до 7,7% территории. В абсолютных микрорайонах это 6 гектар. 5,9 гектара. Абсолютная цель. А, это по 2 микрорайонах. По 8-м микрорайонах 3,23 гектара. 7,7%. Сейчас мы можем показать эту таблицу, эту таблицу и диаграммы, которые в графической... Я бы еще хотел здесь отметить, пока мы видим общую схему, что в этот расчет, естественно, не входят территории детских садов и школ, но по распоряжению губернатора Сахалинского области, территории школ открыты в определенный период дня и спортивными ядрами этих школ можно пользоваться. Видите, сколько у нас тут около школ, везде есть спортивные площадки. А вот спортивные площадки оранжевые, они маленькие, они уже на территориях общего пользования и внутри дворов. Это буркауты небольшие и так далее. Сейчас я перехожу к той таблице, о которой говорит Англия. 6-я страница. Андрей Леонидович, еще спросите, по этажности все-таки, хоть и на рисунках, как вы сами сказали, что мало ли что там нарисовано. Сейчас покажем схему этажности. Вот видите таблицу, давайте сейчас посмотрите на левый круг и на правый. Вот в левом круге серая территория, это территория без определенного использования. Это пустыри, вот такие пустоты, которые существуют бесхозно. Неразмежеванные участки. В их категории неразмежеванные участки, это 32%, 33% почти. В правом круге, в проектном предложении, вы видите, что вся земля имеет свою принадлежность. Примерно такая же часть, это и улично-дорожные сети, и благоустройство, видите, зеленое. Вот зеленое и слева там такого песочного цвета. Можно относиться, это вот в таком графическом виде, отображении. Вы задали вопрос. Андрей Лениннович, вопрос такой. Жить жители спрашивают, расстояние между домами, существующими, где сейчас просто залезенная территория. Вы ее посчитали в пустыри или вы ее посчитали в жилье? Какая залезенная территория? Ну там деревья стоят между домами, например. Это не двор жилого дома. Предположим, это тыльная сторона жилого дома. Между каждыми домами есть зеленое пространство. Они бы как войска. Между домами есть жилье. Они же все стоят в атаку, между каждым есть зеленое. Вот эту территорию куда посчитать? Эта территория считается неразбежованная. О, пустыри, да? Она никак не оформлена, ее посчитать нельзя. Если вы ее оформите, как сквер, тогда она будет иметь границы и будет иметь хозяина. Послушайте, вы посмотрите на эту картину. Это новые дома, другие дома. Они в других участках. В своих участках. Вот был вопрос о семиэтажности. В основном у нас среднеэтажности все здания. Детские сады и школы, естественно, ниже три. И вот обратите внимание на основные сады. Они уже построены. Вот, собственно, вы их видите. Вот по цветам голубая этажность, а красная – это высокая этажность. Поэтому легко видно, где высокие дома, а где низкие. Причем, смеем вас, кроме линейного центра, вот самые высокие дома, это уже построены. Видите, на улице Космонавта Паковича два дома, в восьмом микрорайоне. Я планирую. Да, и точно так же дома в четвертом микрорайоне. В четвертом. Это тоже не наше предложение, это уже сложившиеся застройки. Как вы видите, среднеэтажность нашей застройки – это пять-восемь этажей. Вы видите, желтый и коричневый цвет – это пять. Вот коричневый – это восемь этажей, а желтый – это шесть этажей. А ниже четырех уже начинается голубая гамма. Обратите внимание, общий городской линейный центр голубой. То есть это значит, что он один-два этажа, максимум три этажа весь. И через него, мимо этих локальных возвышений, сохраняются видны наборы сусунайских ребят. Спасибо, товарищи. Прошу, еще вопрос. Мы знаем, что вот эти вот торговые центры, они на самом деле всю жизнь высасывают из, скажем так, мелкого бизнеса, ритейла и тому подобное. Все-таки понимать, зачем он нужен, и не будет это лечь. Значит, смотрите, чтобы никого не было иллюзии, это вот этот общественный центр – это концепция. Значит, до того, как его построить, еще будет очень много обсуждений, именно проектных обсуждений. Потому что экономических, потому что можно считать, что центр здесь нужен, но какое он будет, такое или не такое, это еще нерешенный совсем вопрос. Это вопрос, во-первых, технического задания, более взвешенного. Это, можно сказать, только первый взгляд на это место. Пожалуйста, относитесь к этому как к концепции. Если есть, которое вы уверены и может стать основанием технического задания, это будет локтного центра, тогда надо специально это реформировать. Конечно, это решение не принято. Это их идея, это решение. В других вот... Очень важно, что мы на очень ранних стадиях это обсуждаем. И я считаю, что потенциал вот этого городского интеллекта еще не использован. Как бы интеллекты жителей. Все должны включиться в эту работу по проектированию нового Южно-Сахалинска. Если есть какие-то здравые соображения или какие-то проектные предложения, все это надо обсуждать, создавать техническое задание и делать проектные предложения уже на следующих стадиях. Проектирование не может и сразу быть последней стадии. Все время делается последовательно. Идея, концепция, эскиз, проект, рабочий проект. Это очень длительный процесс, потому что многое уточняется. Нужно конкретно сказать про это место. Мы его предполагаем. Что там, кроме пассажа, где под большой, ну, под единой крышей, в том числе с помощью этой коммуникации длинной галереи, не примыкает очень много разных сервисов и обслуживания, и в том числе и торговли. И поэтому она как раз и для малого бизнеса. Весь ритейл это как раз для малого бизнеса. Это не большие операторы. Вы предполагали, что эта галерея связывает как раз мелкоячеистую торгово-обслуживающую структуру, которая как раз предполагает аренду... Не, вот мужчина... Школа детская, Ледовый дворец, аквапарк, то есть большие какие-то вещи, но они все связаны мелко... Галерея. Самая главная идея этого центра, это галерея, пассаж, которая идет на этот километр, и в нем можно находиться, как вы прекрасно знаете, в свою зимнюю погоду, под кришей. Эта галерея длинная, она связывает все, вдоль всей улицы Горького. То есть это как бы частью города, публичную... Вопрос такой, ну, довольно предметный. Из опыта московской реновации. Вот интересуется малый бизнес, который находится на первых этажах жилых домов, либо это вообще отдельно стоящие объекты. Вот из опыта московской реновации, как эти объекты включены в процесс, и что происходит не с жильцами, а именно с бизнесом. Бизнес также переезжает. Если он легальный, у него есть все права на эти помещения, они точно так же получают квоту на переселение в новое помещение, в новом доме, на первом этаже. На первом этаже, выходящие на активные улицы городские, на территории даже некоторого общего пользования, особенно во все обрамляющие микрорайоны, улицы, да, всегда первые этажи назначены для объектов обслуживания, сервисов. Мы, конечно, сохранили вот это кафе, кстати. Кстати, мы специально, кстати, в седьмом микрорайоне сохранили вот это кафе, вокруг которого сделали даже бульвар вилкой. Видите, вот здесь, на Коммунистической улице, перекресток нового бульвара Космаравтов и Коммунистической улицы. Вот мы сохранили это кафе, потому что мы считаем, что оно такое аутентичное для города и очень ценное. Мы даже сделали развилку на углу Комсомольской и Победы, тоже нами сохранен этот Побед. Вообще мы внимательно к этому относимся и считаем малый бизнес драйвером городской экономики. И, кстати, в этой галереях, если вы знаете, что у вас сегодня от Анкудинова до Победы нет ни одного объекта обслуживания в этих домах. Там только овраг. И квартира на первом этаже. Да, там просто квартира на первом этаже и овраг. Потом есть какой-то самострой на углу Анкудинова и потом опять овраг. Можно предложение? Мы это превращаем в торговую галерею, которая, как бы, вы, южно-сахалинцы, просто будете там удобно находиться и получать обслуживание в любое время года, галереи. А можно предложение? Это к администрам, Алексей. Нам с удовольствием, если вы нас считаете своими проектировщиками, мы с удовольствием вас послушаем. Можно предложение? Нет, я не считаю себя проектировщиком, я считаю себя жителем. Не знаю, может, жители поддерживают. Вот мы сделали арку, да, как раз-таки. Вот мы видели, да, на схеме у вас. Вы знаете, у нас такие красивые сопки, у нас и так все застроили. Ну, чисто, я не знаю, вот мое личное предложение. Как-то вот, может быть, арку, наверное, эту убрать, потому что, честно, это вот, ну, слишком. Мне кажется, что все бы жители хотели смотреть на сопки, а не на очередную вот эту массивную арку, которая, в принципе, никакой себе подоплеки не имеет. Ну, по сути дела, просто огромная стоит арка. Когда мы подойдем к общественному обсуждению строительства или проекта этого общественного центра, мы когда это учтем? Ну, я уже услышал. Но я хочу сказать, что обратите внимание, в нашей презентации мы горы очень уважаем и считаем это большим достоинством. Вот все поперечные улицы, они все смотрят на горы. А к этой арке мы отнеслись просто как к раме картины, которая с нижней точки, просто точка взгляда вот в этой фотографии сделана выше крышек домов. Если опуститься на землю, то эта арка выше сопок. Тем более с ближней точек. И она фиксирует взгляд конкретно. Это, знаете, как рама картины, которая фиксирует просто кадр. Но еще раз, поймите, это не проектная документация, это художественный образ. Это еще нарисовано как бы карандашом. Это похоже на дома, но здесь до настоящих проектов еще далеко. Это наше принципиальное отношение к этажности, к приветливости фасадов, к их материалам и так далее. Самое главное, что мы проработали уже, можно сказать, буквально, это земля. Потому что дома, как вы понимаете, могут заменяться и так далее. Каркас уличной дорожной сети, зеленый каркас, и порцеляция участков, это самые вечные вещи в городе, которые заслуживают самого большого и пристального внимания. А дома могут быть любые. Вы сюда пригласите еще 100 архитекторов, которые вам сделают 100 проектов разным. И 100 конкурсов будет, один другого лучше. Сейчас эти картинки призваны иллюстрировать вообще пространство города, но не архитектуру. Архитектура – это фантазия, которую мы... Сейчас мы бы и сегодня взяли, если с вами архитектура, я бы уже по-другому все эти дома нарисовал. Но не в этом деле. Это не значит, что будет построено это или следующее. Надо сказать, очень хорошо, что мы начинаем обсуждать это на таких ранних стадиях. Это очень важно понять. Я считаю, что проект Нового Южесухаринска должен заразить всех жителей города. Все должны стать проектировщиками этого города, и все должны стать строителями этого города. Потому что это ваш город, а мы вам только можем помочь. Мы не можем заменить вашу волю на свою. Мы можем только помочь вам сделать этот город. От себя скажу, что мы считаем, что у города колоссальный потенциал. Он лично мне очень нравится. Я считаю его... Скажи, что мне нравится. Да, и вообще весь наш коллектив просто находится под впечатлением этого потенциала, который есть в город. И нам очень интересно здесь проектировать. Потому что, обратите внимание, мы делаем среднеэтажную застройку. Мы выступаем против огромных домов, которые сегодня строятся хаотично. Просто по принципу, там украл и построил сколько мог, как можно больше. Мы против такого подхода, мы за системный подход, за... Только после этого переходите к проектированию деталей. Мы находимся в самом начале пути, в самом начале обсуждения нового... Владимир Владимирович, вопросы у нас... Спасибо вам большое за ваш доклад. Мы надеемся, что... Марина Николаевна, когда у нас будет обновлен сайт, чтобы жители смогли сориентироваться? Виквально нужно, наверное, несколько дней. Наверное, к среде уже будет готов материал, который жители смогут ознакомиться более подробно. Мы сделаем там, как мы с вами обсуждали. Давайте подведем тогда итог небольшой. Что вот мы сегодня посмотрели концепцию команды Остоженко. И команда подробно рассказала детали. Все, что вы сегодня не услышали. И если вопросы остались, то, пожалуйста, оставляйте их на выставке или публикуйте на сайте. И на сайте мы сделаем тогда раздел, с которого можно будет скачать альбомы и также увидеть все тэпы. Хорошо. Спасибо, да. Хотелось бы, конечно, чтобы было видно. Ну, ориентируйтесь. Мы поняли. Мы поняли. Мы посчитали, что важно сначала провести вот такую ознакомительную встречу, на которой зафиксировать все ваши вопросы, потому что вы, так сказать, те самые активные граждане, которые могут сформулировать эти вопросы точно. И теперь мы уже более подробно этот сайт расширяем, потому что мы понимаем, что сайт – это рабочий механизм, это не замороженная история, это у нас будет постоянно обновляться, там будут постоянно появляться вопросы-ответы, информация, которая вас интересует. У нас нету задачи ничего от вас скрыть, у нас просто есть задачи поступательные, да, все вопросы ваши отработать. Тоже вываливать на вас сразу все бесконечное количество информации, тоже это некорректно, потому что нам нужно услышать от вас, что вы хотите увидеть в том числе. Спасибо большое вам за участие, спасибо, что нашли время, и жду вас на следующих встречах, потому что у нас плодное расписание на ближайшие полтора недели. 24-го вы сказали? 24-го, да? У нас есть встреча. Здесь у нас, как и обычная, встреча с населением, и задача вопросов, в том числе и. Могли, я порадую. Могли, 20-го числа, запрошу прощения, 20-го, 25-го числа. Я поправочку нашу, 25-го, 24-го парадных обновлений мы не собирали. А, вот так. Нет, мы говорим, что 24-го не получается. Мы же говорили, что парад, мы же уже это обсуждали. Да. Я, Владислав, Владислав. Владислав, Владислав. Кажется, он, передвиги, а старое расписание, вот и все. Владислав, Владислав. Я тебя зовут. Да. Ладно. У меня технический вопрос. Вы можете сделать веб-микрофон, чтобы был микрофон не в камере, как сейчас у вас стоит, и не в телевизоре, а чтобы люди говорили в микрофон. Потому что очень большое эхо в этом помещении, очень плохо слышно. Орел, у меня голос. А, что, Супер, у вас в 5-го встречи? Спасибо. Мы тогда заканчиваем, да, эту встречу и на связи. Да, Марина Николаевна. Все, заканчиваем. Спасибо. Извините, если погорячились. Почему мы очень любим Южно-Сахалинск, и по нему уже соскучились. Хотим... Да, когда вы нас пустите в Южно-Сахалинск? Максим. Влад, когда вы нас пустите в Южно-Сахалинск? Влад. Максим. Вы можете хоть сейчас прилетать, две недели посетите на обсервации. Может, вы нам сообщите, когда это не с такими, короче, связаны с вещами. У нас даже груз задержался на 3 дня из-за того, что... Андрей Викторович, спасибо вам.